ПАРТНЕР ПРОГРАММЫ КОМПАНИЯ НПЛЮС ГРОБ Здравствуйте! С вами «Энергия спорта» и я, ее ведущая, Алена Мироманова. В ближайшие 20 минут я погружу вас в спортивную жизнь Иркутска и Иркутской области. Вы узнаете о достижениях наших земляков. Все об известных спортсменах, юных талантах, тренерах и представителях любительского спорта. В сегодняшнем выпуске программы смотрите. Кубок Республики Хакасия по конному спорту завоевала иркутская спортсменка. В какой дисциплине выступила девушка? У футбольного клуба «Ирайра» стартовало первенство России по мини-футболу среди команд высшей лиги конференции «Восток». С кем уже сыграли футболисты? Чемпионаты первенства России по бильярдному спорту проходят в Иркутске. Бильярдисты из каких городов приехали на соревнования? Дубль «Байкал Энергии» стал обладателем Кубка Михаила Волкова. Какая игра для хоккеистов стала самой напряженной? Рубрика «Спорт в лицах» – кто стал гостем программы? Подведем итоги розыгрыша. Кому вручили подарок? Об этих и других результатах наших спортсменов смотрите далее. Отбросьте все лишнее и усаживайтесь поудобнее у экранов. Начнем с новостей короткой строкой. Футбольный клуб «Иркутск» провел матч 12-го тура чемпионат России по футболу среди команд 2-го дивизиона против дубля «Московского торпеда». Игра получилась упорной с большим количеством единоборств и минимум опасных моментов. Счет так и не был открыт 0-0. 15 октября наши футболисты провели очередной матч первенства России на выезде против Твери, победив 2-0 и взяв важные три очка. Пока ПК «Иркутск» находится на третьей строчке турнирной таблицы. Следующий матч «Иркутяне» проведут 22 октября дома против «Электрона» из Великого Новгорода. Степан Сырбу – серебряный призер первенства России по кроссу среди юношей до 16 лет в Оренбурге. Спортсмен стал вторым в беге на 2 километра с результатом 6-13. Поздравляем Степана и его наставников. Гаджимурат Амаров и Александра Кан – серебряные призеры 5-го международного турнира по дзюдо на Кубок президента Республики Таджикистан в Душамбе. Александра стала второй в весовой категории до 57 килограммов. Гаджимурат завоевал серебро в весе до 81 килограмма. Шесть медалей различной пробы завоевали спортсмены Иркутской области на международном турнире по боксу среди юниоров и юношей в Республике Абхазия. Золотые медали в своих возрастных группах завоевали Степан Белюга в весовой категории до 54 килограммов, Константин Петров в весе до 48 килограммов и Александр Клепиков в весе до 32 килограммов. Второе место у Сергея Мизенцева в весе до 40 килограммов. И медали с бронзовым отливом на счету у Дениса Бендюкова в весовой категории до 28 килограммов и Глеба Шкаленкова до 36 килограммов. Все ребята – воспитанники отделения бокса Центра детского творчества Благанского района. Это Полина Труфанова. Сейчас девушка в привычной атмосфере тренирует своего коня по кличке Конкурент. Совсем недавно Полина со своим подопечным вернулась с Абакана, где проходили всероссийские соревнования и Кубок Республики Хакасия по конному спорту в Троеборье. Там тандем завоевал главный трофей турнира – Кубок Республики Хакасия по Троеборью. Кстати, в Троеборье пара преодолела выездку, кросс, полевые испытания и конкур. Конкуренцию спортсменки составили порядка 70 всадников. То, чем я занималась, это был конкур. Я решила добавить все вместе. И это на самом деле очень сложно, потому что на одной лошади вы выполняете целых три дисциплины. И это все в одни баллы входит. И интерес, естественно, ну и на самом деле самое интересное для меня в конном спорте, это из вида спорта, это, конечно, кросс. Там адреналин, там эмоции, там выносливость моя, там выносливость моей лошади. Там подготовка и подготовка, которая длится совсем не неделю и не месяц, а очень длительное время. Мы показали на этих соревнованиях, что мы подготовились правильно и идем дальше. На прошлой неделе Полина Труфанова с конкурентом выступила на завершающем старте сезона чемпионате СФО по конному спорту в Троеборье. Соревнования прошли в Новосибирске. Там спортсменка с конем конкурент, хоть и не поднялась на пьедестал почета, зато получила немаловажный опыт. Тренируется девушка под руководством Анастасии Тихомировой. В Иркутске стартовал чемпионат и первенство России по бильярдному спорту в дисциплине «Свободная пирамида». Звания лучших оспаривают более 200 спортсменов из 26 регионов страны. Из них более 140 участников первенства и около сотни игроков чемпионата. Первенство мы проводим впервые, но хотелось бы отметить, что чемпионат России уже проводился. Бильярд такой интересный вид спорта, непредсказуемый в какой-то степени. Поэтому мы ожидаем очень интересных соревнований, но победит, конечно, сильнейший. Первенство России проходит в трех возрастных категориях. Мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки до 16 лет, юниоры и юниорки до 19 лет. Бильярдисты выявляют лучших в дисциплине «Свободная пирамида». Конечно, цель – это первое место. Готовилась я к ним, ну, можно сказать, прям упорно. Почти каждый день тренировалась. Завершится первенство 22 октября. А 24 октября там же стартует чемпионат страны, где у мужчин и женщин определяют сильнейший в дисциплине «Динамичная пирамида». 3 октября в Иркутске стартовало первенство России по мини-футболу среди команд высшей лиги конференции «Восток». На домашнем турнире иркутская команда «Ирайра» провела, как и в прошлом году, два матча. Первый матч сезона летчики сыграли против новосибирского «Сибиряка» «Триумф», победив соперников 6-2. Тем самым спал, напорадовав своего зрителя. Была сегодня победа, но, если честно, первый тайм не совсем понравился. Скорости не те, движение мяча плохое. Просто запинались о мяч, потому что не тренируемся мы здесь. Наверное, сказываются вот эти расстояния. Тренируемся в баскетбольном зале, играем на большом, пока ребята не ощущают эти расстояния. Та же передача, верхом, точная. Очень много было потерь сегодня и долгая работа с мячом. Во второй игре летчики встретили на своем паркете команду «Кузбасс», выиграв 2-1. Дважды голами отличился Роман Адамов, принеся иркутянам победу. После домашнего тура 14 октября иркутяне провели первый матч второго тура в Челябинске против «Сигма К», уступив им 6-4. Второй матч сыграли против Южного Урала, также проиграв 4-3. Отмечу, что иркутская команда «Ирайра» является действующим чемпионом конференции «Восток». 10 октября у хоккеистов «Байкал Энергии-2» стартовал кубок Михайла Волкова. Первый матч иркутяне провели против «Енисея-2». В сибирском дерби победу одержала команда из Красноярска 6-1. После чего наши парни в напряженном матче обыграли новосибирский «Сипсильмаш-2» со счетом 4-2. 12 октября молодежка «Байкал Энергии» обыграла кемеровский «Кузбасс» со счетом 8-6. После сыграли в ничью с абаканскими «Саянами» 3-3. Ну и последнюю игру в кубке иркутяне сыграли против хабаровского «Сканевтяника», вырвав победу на последних минутах матча 3-2. По итогам всех игр «Байкал Энергия-2» стали обладателями кубка Михайла Волкова. Команда шла к этой победе много лет. Соперники были все серьезные. На турнире присутствовала команда «Саяна», которая участвует в Суперлиге. Три недели назад мы... Примерный турнир уже был в Красноярске. «Мы как раз там заняли бронзу, и нам просто по мячам не хватило стать золотыми. А здесь все вернулось, и опять же логическое завершение нашего поездки. Мы стали победителями». Три года дубль «Байкал Энергии» завоевывал бронзу. В том году команда поднялась на вторую ступень, пьедестала почета. И вот, наконец, золото. «Сейчас остался только сезон, доиграть, выйти в финал, занять там, наверное, первое место». Из года в год команда растет, становится сильнее и завоевывает все большие трофеи. А теперь пришло время рубрики «Спорт в лицах». Гость нашей программы – Аркадий Журавлев. Мастер спорта по кикбоксингу. Победитель чемпионата МВД России по кикбоксингу. Кандидат в мастера спорта по боксу. Многократный победитель первенства Иркутской области. Победитель всероссийского турнира памяти Закарии Мегерова. Награжден медалью за «Доблесть в службе» и медалью за «Отличие в службе третьей степени». Заместитель председателя Федерации бокса Иркутской области. Создатель Лиги джентльменов. Общественный деятель. Аркадий, ваша жизнь с раннего детства завязана со спортом. Что стало толчком к занятиям? Видимо, потому что я родился и рос в одном из самых сложных районов города, в Новоленино. Еще с раннего детства там было два пути. Либо это по ту сторону, как говорится, баррикад, либо выбиваться в жизнь. С детства мы с братом сбегали из дома на тренировки. Родители даже не знали. Мы тайно ходили в спортзал. Потом, когда они узнали о том, что мы действительно... У нас есть тяга к спорту, а именно к единоборствам. Они уже начали нам в этом поощрять и оплачивать наши тренировки. Но потом, в дальнейшем, мы уже перешли на бесплатную основу. А насколько было сложно тогда, в детстве, отказаться от простых детских шалостей и упорно заниматься, тренироваться? Ну, я помню, у нас двухъярусная кровать была с братом. Я на втором этаже лежал, смотрел в окно, как дети бегают, резвятся. Это было 10 часов вечера уже, там хихи-ха-ха, а мы уже все по режиму с братом спали. Я думаю, вот бы мне сейчас туда, наверное, погулять, еще что-то. Ну, нет, было стойкое понимание, что мне нужно в жизни. Потом я шел на тренировки, смотрел, как парни там сидят на лавочке, либо там еще детский садик был, тогда еще можно было сидеть там на этих верандах. Они там играли, что-то матерились. Я думаю, ну, вот ребята вот оттягиваются. А у меня, получается, здесь другой путь. Я уже начал отказываться потом от сладкого, от каких-то других привычек, потому что постоянно надо было вес гонять, весогонка у меня как бы была сложная. Вес был маленький, гонять нечего было, ну, как бы приходилось. А какие первые соревнования были на вашем счету? Если я не помню, по-моему, в 34 килограмма это было либо «Динамо», либо «Локомотив». Если не ошибаюсь, по-моему, первый бой я выиграл, по-моему, в втором проиграл, потому что у меня в юношах первые бои такие были, там, бой выиграю, бой проиграю, два выиграю, потом проиграю, и уже потом в дальнейшем определенный толчок был. А сколько вообще времени прошло до вашего первого, так скажем, прорыва, триумфа? Ну, наверное, года два, максимум три, наверное, три, да. После этого в 2000 году я выиграл первенство России в городе Туапсе, и после него мы уже, получается, о себе заявили на ринге Иркутской области. Там уже по старшим юношам я начал выиграть город, область, национальное первенство, я, говорится, ЦС профсоюзы выигрывать, и несколько раз отбирался на первенство России. Но там, к сожалению, в силу того, что у меня особенности были в организме, у меня почему-то в третьем раунде всегда начинал колоть бок. И поэтому третий раунд я всегда сплавлял. Это, кстати, до сих пор у меня какая-то аномалия, да. Ну, ничего страшного, это не помешало мне дальше заниматься боксом и потом выполнить норматив мастера спорта по кикбоксингу. За всю вашу спортивную карьеру какие соревнования запомнились больше всего? Да, наверное, последние, когда я выполнил норматив мастера спорта, это уже в зрелом возрасте было, там уже люди все взрослые приехали, уже, так сказать, я уже целенаправленно ехал туда выиграть, потому что у меня обратного пути не было, это был, можно сказать, мой все последний вагон уходящего поезда. Парни все приехали, кто-то куда-то пошел отдыхать, где-то там колбаситься. Я все на режиме, все дни, там бой за боем, бой за боем. И все получилось, что я единственный, кто из всей команды выиграл и стал чемпионом. И мне присвоили потом звание мастера спорта. За свою спортивную карьеру Аркадий провел 20 боев по кикбоксингу, в 19 одержал победу. И 150 боев провел в боксе, в 110 вышел победителем. За активную жизненную позицию и достижения в области спорта Аркадий Журавлев награжден почетными и благодарственными письмами Думы, мэра, начальника управления по физической культуре и спорту города Иркутска, президента и директора Федерации бокса России. Помимо всех достижений, Аркадий – общественный деятель. Он открыл 4 зала и одну уличную площадку для занятий боксом. Заниматься там могут все желающие. Спортсмен всячески способствует развитию спорта и здорового поколения в регионе. Аркадий, ну за вы кончу свою профессиональную карьеру в качестве спортсмена, вы стали общественным деятелем. Вы открываете спортивные площадки, спортивные залы, где занимаются абсолютно все желающие. Почему? Иногда это очень тяжело бывает. Ну, общественная деятельность я еще начал, когда служил в органах внутренних дел. Это было параллельно во время отпуска, либо в свободное время. Я посвящал там боксу, общественную деятельность. Сначала в Новоленина, первый свой турнир я провел в 2013 году. А до этого я просто как бы привлекал спонсоров, которые помогали в проведении турниров. Ну, с 2013 года, можно сказать, я уже полноценно начал заниматься общественной деятельностью. А после ухода уже на пенсию я уже начал прямо целенаправленно открывать спортзалы, привлекать спонсоров, проводить уже более глобальные такие турниры. Ну, и вот последние турниры мы уже начинаем набирать обороты. Это уже профессионалы. Ну, радует вас детище ваше? Ну, конечно, как мне нравится, это, как я их называю, после проведенного турнира, после вкуса, оно идет день-два, а потом все, у тебя опустошение, и ты уже думаешь, надо что-то новое. Вот сейчас турнир по профессионалу провели, у меня 3-4, я думаю, отдохну, подумаю. Но тут мне уже пришла другая идея. Сейчас мы уже 9 ноября начали подготовку к следующему турниру уже только под джентльменом. Аркадий, какие ваши дальнейшие планы дальше? Какую вы себе ставите цель, планку? Ну, по цели, планы у меня самые грандиозные, амбициозные. Пока о них говорить не буду, но фамилия еще будет звучать не раз. Хотели бы, чтобы дети пошли по вашим стопам? Конечно, конечно, конечно. У меня сын еще месяц был, у него уже буксерские перчатки одел, как говорится, крещение провел. А сейчас у меня постоянно уже где-то с перчатками что-то носится. Ну, у вас тоже спортивная семья. Расскажите немножко о родителях, о сестре, о брате. Ну, да, у меня отец мастер спорта по тяжелой атлетике, он поэт-писатель, у него 5 книг написаны, мама у меня кандидат на мастера спорта по конькобежному спорту, брат мастер спорта по боксу, сестра мастер спорта по дзюдо, бронзовый призер Кубка Европы, победитель соперничества России, и мастер спорта международного класса, она по самбо, она победитель соперничества мира. Ну, а я кандидат мастера спорта по боксу, мастер спорта по кейбоксу. В общем, у вас такая сильная сплоченная династия. Да, да, у нас еще это все было с детства, все в спорт, спорт, спорт. Ну, потому что было время сложно, там либо спорт, либо, наверное, даже в живых не было, потому что всех друзей, может сказать, уже своих потерял на основании. Аркадий, спасибо вам большое за интервью. Я желаю вам дальнейших успехов, процветания вашему делу. И, может, будут какие-то пожелания для наших телезрителей? Занимайтесь спортом, приходите в залы, ведите здоровый образ жизни. Всем добра. Алена Зорина, серебряный призер первенства России по скалолазанию в олимпийской дисциплине двоеборье в Москве. Спортсменка выступила среди девушек 14-15 лет в дисциплинах болдеринг и лазанья на трудность. В сумме двух дисциплин Алена заняла второе место. Кежик Монгуш стал победителем международного турнира по вольной борьбе весовой категории до 61 килограмма в Якутске. Поздравляем спортсмена и его наставников. Команда Иркутской области «Комсомол-1» заняла второе место на Кубке России по керлингу среди смешанных команд в Новосибирске. В составе команды играли Андрей Ильин, Михаил Власенко, Валерия Денисенко и скип Елизавета Трухина. Шесть медалей завоевали спортсмены Иркутской области на всероссийских соревнованиях под хэквондов в Калининградской области. Серебряная медаль досталась Александру Москалеву весовой категории до 80 килограммов. Две бронзовые награды на счету у Киры Огородниковой среди взрослых и юниоров в весе до 57 килограммов. Также третьи места у Глеба Теги среди юниоров 15-17 лет, у Дианы Вершининой до 52 килограммов и у Ольги Поповой среди спортсменок до 15 лет весовой категории до 51 килограмма. А теперь пришло время подвести итоги розыгрыша. В прошлой программе я задала вопрос вам, наши телезрители. Как звучит девиз Олимпийских игр? Ответ – быстрее, выше, сильнее. И первой правильно ответившей на мой вопрос стала Александра. Она же получает подарок от компании «Н-Плюс Групп». Александра, это вам. Спасибо. Поздравляю. Очень приятно. Спасибо за подарок. Уважаемые друзья, занимайтесь спортом. Если вы тоже хотите получить подарок от нашей программы, вам необходимо просто правильно ответить на мой вопрос. Каков рекорд по количеству красных карточек в одном футбольном матче? Присылайте варианты своих ответов нам на почту. Адрес ее вы видите внизу на своих экранах. Первый правильно ответивший получит подарок от компании «Н-Плюс Групп». Имя его я озвучу также в следующей программе. Пишите нам и о том, кого из спортсменов, тренеров, общественных деятелей или просто любителей здорового образа жизни вы бы хотели увидеть в следующих выпусках программы «Энергия спорта». На этом наша программа подошла к концу. Вы смотрели «Энергию спорта». Я ее ведущая Алена Мироманова прощаюсь с вами ровно на две недели. Занимайтесь спортом и оставайтесь на Аисте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...